В преддверии Нового года, по установившемуся обычаю, мы совершаем особое молебное пение. И мысленно простираясь в будущее и спрашивая ему Господа помощи, благословения стране, народу, церкви, каждый молится за себя, конечно, за своих родных и близких, потому что неведомое будущее всегда пробуждает в человеке особые чувства. Здесь смешивается и надежда, и опасения, и радость, и настороженность. И особенно смешение этих чувств обуславливается неспокойным внешним фоном. Чем более сложнее исторические обстоятельства, тем больше у людей неуверенности, тем больше сомнений, тем больше трудных и непростых мыслей возникает. Вот и сегодня мы проходим не через простые внешние и жизненные условия. Будущее сокрыто от нас, но есть нечто, что может помочь человеку иметь спокойный взгляд в будущее. И происходит это не от человеческой мудрости и не от способности прозревать неведомое, а происходит от той силы, которую Бог вложил в природу каждого человека. Богу было угодно, чтобы каждый человек и весь род человеческий жил в соответствии с его замыслом, в соответствии с тем законом, которое он при творении человека вложил в его природу. И если бы все люди жили на основании этого божественного, нравственного закона, то не нужно было бы прозревать будущее. Будущее было бы совершенно очевидным, потому что Господь призвал человека к полноте жизни, к тому, что мы называем счастьем, к блаженству. И если эта жизненная перспектива и историческая перспектива часто разрушаются, то не потому, что Бог отказался от своего замысла, и не потому, что рождаются люди без нравственного закона в сердце, а потому, что своей злой волей мы разрушаем в себе этот закон и живем не по Божьему закону, а по своим собственным страстям. И совершаем злые и опасные деяния. А поэтому и проблемы возникают и на уровне человеческой личности, и в семье, и в обществе, и в государстве, и во всей человеческой семье. Все то неустройство, и весь тот беспорядок, и все те конфликты, которые так сильно задевают людей и вызывают чувство страдания, все это от нашей неспособности жить по Божьему закону. И если мы принимаем на себя обязательства жить по Божьим заповедям, то тогда будущее становится ясным. По крайней мере, наш внутренний мир ничто не сможет разрушить. И Господь в ответ на нашу верность проведет нас через любые испытания, подобно тому, как Он провел через Черное море и Синайскую пустыню народ свой, выводя его из плена египетского. И чем больше людей будет руководствоваться в жизни этим нравственным законом, тем спокойней и стабильней будет жизнь людей, тем меньше неожиданных опасностей будет возникать. Нужно ясно понимать, что жизнь в соответствии с Божьим замыслом это единственный вариант и единственный способ обретать счастье и благополучие. И потому во время этой новогодней молитвы давайте помолимся о том, чтобы Господь дал нам силы жить по Его закону, чтобы этот закон стал понятен нашим современникам, чтобы даже люди далекие от церкви сердцем почувствовали важность жить по совести. И тогда можно с уверенностью смотреть в будущее. Помолимся и об Отечестве нашему, о всем народе нашему, о том, чтобы на просторах исторической Руси прекратилась междоусобная брань, чтобы перестала литься кровь, чтобы мир и справедливость воцарились. Именно мир и справедливость, потому что без справедливости не может быть мира. Помолимся о том, чтобы Господь оградил всех нас от скорбей, порождаемых человеческим грехом, и дал силы с упованием на Его благой промысл вступить в новолетие и со смиренным чувством, с доверием к Отцу нашему Небесному идти по тому пути, который Он всем нам уготовал. Помолимся, чтобы наступающий 2015 год был годом благости Божией для всех нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok